Студенты университета путей сообщения останутся без дипломов, как стало известно на этой неделе, коснется это выпускников нескольких направлений Института Менеджмента и Экономики. Аккредитацию вуза не подтвердили в Рособранадзоре. Насколько значительными были нарушения, какие еще высшие учебные заведения Омска могут оказаться в подобной ситуации, и что теперь делать студентам? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с проректором по учебной работе Омского государственного технического университета Александром Ишлявцевым. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, вот что представляет из себя процедура аккредитации высшего учебного заведения и какая подготовительная работа вуза для этого проводится? Раз в шесть лет сейчас происходит, поскольку полный цикл это бакалавриат плюс магистратура, то есть четыре плюс два, шесть. Поэтому свидетельство об аккредитации выдается на шесть лет. Как эта процедура проходит? Приезжают специалисты, проверяют, что смотрят, что проверяют. Проходят следующим образом. Приезжают по каждому направлению. Более того, с этого года по каждому профилю направления даже приезжает эксперт. Значит, эксперт имеет соответствующее удостоверение от Россобранадзора, то есть не любой человек может быть экспертом. и по определенному алгоритму осуществляет документальную проверку того, что в реальности у вас в наличии есть. То есть предварительно вы все эти документы готовите, естественно. То есть предупреждают заранее, какие документы нужно подготовить? Есть список, он как бы фиксированный. То есть он не секретный для кого? Нет, он не секретный этот список, список известный. Ну, он меняется, но все эти изменения доводятся до подведомственных учреждений. Я к тому, что это не что-то неожиданное, да? Нет, это не неожиданное, это планомерная вещь. Вузы начинают готовиться к процедуре аккредитации обычной за год или даже более. Тем для обывателя непонятнее, как вуз может не получить аккредитацию, что он не подготовил документы заранее или ошибки какие-то? Ну, в документах были допущены погрешности, ошибки определенного типа, которые являются основанием для того, чтобы аккредитации отнять вузы. Эти ошибки, о которых вы говорите, они должны быть прям очень серьезными, или это может быть какая-то мелочь? Вы знаете, нет, это даже мелочь. То есть принцип такой, да-нет. То есть если хотя бы что-то нарушено... Почему такая строгость? Ну, честно говоря, это не совсем понятно, почему такая строгость, но она наличная. То есть есть некие правила игры, все вузы это знают, и мы вынуждены играть по этим правилам, которые нам продиктовал учредитель и в данном случае контролирующая организация Рособорнадзор. Это может коснуться других омских вузов? Безусловно, это может коснуться любой омский вуз, и нас в том числе. Мы хотим, чтобы нас это, конечно, не коснулось, но, тем не менее, в принципе, это может коснуться любой вуз. Независимо от того, что он из себя представляет. Государственный ли это вуз? Коммерческий, вполне важно. Коммерческий ли это вуз? То есть все в равных условиях. Подчиняется ли это Минобру или же это Министерству здравоохранения, там или Министерству транспорта, это роли не играет. Тем студентам, которые обучались в МЭКе, да, у МГУПСа, и сейчас остались без дипломов, вот что будет с ними, каковы их перспективы? Вуз, который потерял аккредитацию, имеет право обратиться к другим вузам, то есть письмо на имя ректора, ректор пишет, где просит разрешить вот у них закончить это обучение. Значит, если договоренность достигнута, тогда студенты по желанию, то есть они могут написать заявление с просьбой о том, чтобы их перевели вот в этот вуз. И тогда они его заканчивают уже тот вуз, куда... То есть диплом будет уже, скажем, МИОМГУПСа классического? Да. То есть если мы говорим о каких-то направлениях специализации, которые нет в других омских вузах, то... То это за пределами Омска. За чей счет? Вообще здесь вопрос не очень простой. Конечно, вуз, который потерял аккредитацию, он заинтересован в том, чтобы это все прошло максимально мирно. Естественно, он оказывает помощь своим студентам. Должен оказывать. Ну, пытается. Ну, в принципе, в нормальной ситуации, конечно, пытается показать поддержку. Но реально, да, если там какие-то есть осложнения, связанные со стоимостью или еще чем-то, то это, в принципе, студентам. Ну, либо, получается, студентам надо ждать, пока аккредитация будет получена, или такой вариант возможен? Такой вариант теоретически возможен, но новое заявление может быть подано не ранее, чем через год. Вот. То есть, понятно, что там дальше опять же будет рассматриваться это все. Потом опять проверка. Проверка, да, все то же самое. То есть, проверяется, только после этого уже можно говорить о том, что будет восстановлено. То есть, получив свидетельство об аккредитации. Тогда да. Спасибо большое. А мы продолжаем программу.